Королева И вновь в студии появляется подарок человечеству, я напоминаю, это уже не первый год. Я гениально, я красиво, я все время думаю, Володя, что у этой женщины получается лучше всего? По-моему, только одно, тянуть из бухгалтерии «Эхо Москвы» деньги в больших коллегах. О, вот и она, здравствуйте, дорогая. Здравствуйте, моя дорогая. Я напоминаю радиослушателям, что эта удивительная дама, неприятная во всех отношениях, она называет это игрой, то есть она описывает какие-то ген... Ну, в общем, следствие ведет Никита, следствие ведет Агата. Где? Сегодня, как всегда, стихми новое приключение? Стихми сегодня, я сегодня стихмастер, стихмубистская. Но вы же еще и прозаэтанка? Да, и прозаэтанка. Ну, а почему? Ну, я прозаэтанство немножко как достала в покое, потому что по-великому же надо. По-великому, а сегодня опять будет географическая игра? Это все будет очень интересно. Хорошо, тогда сразу давайте начинать. Да, давайте. Ее звали Агата. Ну что ж, очередные приключения Агаты, которая спасает мир. Да. Меня нынче пробил сентимент. Мне приснился, припомнился жизни момент, как на брачную ночь сподвинца я к постели вела молодца. Так, уже хорошо. Матриархан. Да. Я же как бы в юность твоего, понимаете, мне так, как бы, я не речь начала в душе. Да, но это давно, я так понимаю, было, даже помнится, по-моему, с трудом. Да, помнится, это потому что святое. Викинг такой, знаешь, они шлемки с рогами. Да. Да, ты вот плохо упомянул про рога, потому что есть даже музей рогов, который она понаставляла. Ну ладно, с рогами. С рогами, да, с рогами, да. Ну-ну, дальше, да, да. Я, конечно, наброшусь подвинца, я к постели вела молодца. Молодца, да, ну. Он уперся руками. И ногми, да. Он уперся руками и ногми, правильно, это ясно, что никакой молодец. Ну-ну, да. Тяжело вспоминать. Да, действительно. Так. Ну. Ну, он уперся. Ну, текст, считайте-то, времени нет, ну. Он уперся руками и ногми. Да. Вспомнил, так слезы. Ну, слезы, да. И кричал, боже мой, секрет. Что, боже мой, сохранил. Сохрани, да. Да, так, ну. Так, дальше. Ну. Тяжело. Я вспоминаю. Ну, тяжело, не тяжело. Давайте работать. Не хотите читать? Давайте тогда. Боже мой, да вы были за моим местом. Да я, не дай бог, был бы на его месте, как вы его волокли. И что, боже мой, цехрани. Ну. Цехрани и помилуй. Господь, я ведь самый последний урод. Это он так о себе. Уродь? Да. Это для рифа. Для рифа. А вы, значит, этот молодец действительно не очень красивый был? Нет, ну он как бы, он даже не опишу, почему он так себя ведет, и у него такое состоеческое состояние. Ага, так, ну-ну. Да, пиалка для всех пахнет, и рвать ее жалко. Это он так обо мне. Когда его... То есть он, признавая свое ничтожество, не хотел девственность порушить, да? Да, потому что пиалка как бы пахнет еще и для всех. Он, думаю, не имеет он права, понимаете? Да, понятно. Да. Пиалка для всех пахнет, и рвать ее жалко. Жалко, стыдно, и больно до слез, как спастись мне от метаморфоза. Ух, какое слово вырвало. Да, научное, да. Да, большая нагрузка. Да, как, ну хорошо, дальше. Глублическая глубина здесь. Я фату расфатила в момент, чтобы исчерпан был весь претендент. С материнством невесты не смело показала ему кусок тела. Мы же как бы удаем уже. Еще раз прочитайте. С материнством что? С материнством невесты не смело показала ему кусок тела. Я когда хочу, как бы расслабить. Мне кажется, что, говоря о вашем прекрасном теле, тельце, я бы так сказал, слово кусок не очень подходит. Фрагмент, вы можете... Фрагмент, он тогда не по размеру. Я бы то показала, а то, что было по размеру. По размеру рифмы, да? Ага, ну, блядь. Показал ему. Ну, большой кусок? Ну, я как бы не указываю здесь, потому что это интимный момент, он только касается двоих. Поэтому я не уточняю, какой объем куска был. Хорошо, да? Да. Ну, дальше. От волничества. Он заканчался на полу, во весь рост распластался. Он когда увидел. Я думал, скончался будет сейчас рифм. Нет, так уже тогда не было бы истории. Он же... История на том, что он живой. Хорошо, договорились. Дальше. На полу весь рост распластался. Зубом нижним долбит. Что зубом нижним долбит? Земля. Долбит верхний зуб. А, это в смысле... Да, да. Зубом нижним... Ну, я по великому образу. А если, например, было бы наоборот смелее? Зубом верхним долбит нижний зуб. Нет, ну, у меня же, как бы, по-своему... Я же не про герастичную. Да, действительно, это в смысле. Зубом нижним, я как бы, подтверждаю. Тут мне... Что, как бы, не зык, понимаете? Сами проявляют зуб. Я инициативу. Понимаете? Зубом нижним долбит верхний зуб. Как он был гратиозен и люб. Это он когда лежит. Я думал, вот уже и котлеты несут. Дело в том, что там... Ну, при чем тут говорят? Кушать хочет. Кушать хочет он от голода. Это интимная сцена. А мы вдвоем. Ну, а при чем тут еда? Вы заметили, что в фильмах, где происходит вот такая вот любовная сцена, после этого они сначала курят. Да. А потом кушают. Ну, может, они закурят потом. Я же не знаю. Так у них еще потом-то нет. Да, там же еще потом будет. А, это сейчас, да. Будет еще потом. Как он был грациозен и люб. Да. Во время долбления зубами. Да. Как он был грациозен и люб. Он себя недостойным считал, потому от волнения упал. Ведь я как бы суммическая сумма. Такая, чувственных поступков. Я красива, умна. Я гад. У меня в голове две палаты. У меня ума в голове две палаты. Да, понятно. Ну, я тут посредине, там, прослойка такая. Да, да. У меня палаты. Понятно, понятно. У него в голове мозг в два грамма. Оттого и случилась драма. Он как бы волнуется, что он меня как бы... Недостойный. Да. А отчего же вы выбрали его? Ну, он как бы очень признательский, как бы чувствитель. Видите, что положение вещей по отношению ко мне. Так, ну хорошо, дальше. Понимаете, да? Оттого и случилась драма. Я ему нашателю виски, чтобы спасти от предсмертной тоски. Он лежит же вон. Понятно, да. Так, хорошо. От предсмертной тоски. Да, так. Он глазми оглазатель простор. Хрипло тихий повел разговор о любви, что удушливо душит его нежную светлую душу. Он как бы говорит про любовь. Понимаете? Да, и она его душит. Он про это и повел разговор. Я его приняла с полу вздоха. Вместе с ним захотелось поохать. Наши руки могли вместе слиться. Он сказал, я готов удавиться. Я готов удавиться. Удавиться, он сказал так. Потому что... После вашего разговора с ним. Нет, ну любовь. Любовь, да? Вот тут жабическое состояние в груди. Жабическое своей души. Да. Понятно. Жабическое. Да. Я думаю, что он просто в карты проиграл. У него как бы вот тут... Я думаю, что там приступ стынокардии. Нет, он молодой был. Ну и все, хорошо. Хорошо. Дальше, дальше, дальше. Я жалела его, как могла. К унитазу сама подвела. Так. А катила водой из-под крана. Он как суслик дрожал из тумана. Ну, было вот холодно. Холодно? Да. И он так... Не, а минуточку. А при чем тут суслик дрожал из тумана? Ну, красиво. Ничего красивого нет. Ну, туман. И вы идете по этому... И дают маленький суслик дрожить. И дрожит. И красиво. Ну, хорошо. Это же поедет. Он как суслик дрожал из тумана. Дрожал из тумана. Да, поедет. Да, 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 конечно. Да, из тумана. А я тут ему как бы говорю. Ты руками меня трогать не смей. А купить две путевки в Бруней. Бруней? Да. Я как бы... Я вот тут предлагаю это как бы действие. То есть, чтобы если бы уже руками, то в Бруней. Да. Ну, я же даже заявила ему строго тихо. За окном зашумела Гречиха. Что? Что? За окном Гречиха. Заявила я строго и тихо. За окном зашумела Гречиха. Зашумела Гречиха, да. Это как бы весна. И в душе... А где это проходило? Где это происходило? Ну, когда... Состояние любви, это же оно как бы весеннее. Понимаете? И тут тогда весна. И за окном. И как бы все сверху. А там посевы Гречиха. Да, там Гречиха была, может быть, за окном. Это дерево такое. Да, это... Я не знаю. Это... Это растение. Ну, дерево. Ну, наверное. Но вы же не на первом этаже были. С кем? Вот с этим. Ну, а может это... Ну, может открытое было? Нет, вы не поняли меня. Просто правильный вопрос у Владимира Мудрого. Гречиха, дерево. Это есть такое очень популярное... Это дерево, да? Да, и очень высокое. Высокое. Есть хлебное дерево. Вот вы помните, наверное, есть классика такая. Там закапывают деньги под низ. Да, и вырастают. А потом вырастает дерево с деньгами. С деньгами, да. А тут гречиха. А тут пачку гречки закопал, и потом вырастает дерево. Да, и пачки вырастут там. На дереве, да. Она шумит. Шумит, конечно. Мила она. Да, ну ясно. С гречихой разобрались. Как, собственно, и с вами. Ну, да, ну, да, шумила... Вот, гречиха. И у меня вопрос к радиослушателям. А вот мы, как бы, столица республики Бруней. Я думал, что вы имеете в виду столица гречихи. Нет, да я же, мы же с ним, как бы, путевки взяли, и мы с ним дальше медическое путешествие. Понимаете? Какое? Медическое. Не понял. Ну, медическое путешествие, когда, ну, молодые люди лыжают куда-то, когда... Ну, медическое? Медическое, да. Они поженятся и едут. Это медическое путешествие. Вот, как бы, мы тут, ну, порой. Я не понимаю, что она говорит. А от какого слова медическое? Ну, от... А, я понял. Медовый месяц. Да. А, по-русски. А, медовый месяц, да. Медическое, да. Медическое путешествие. Да, вот вопрос. Вот у меня... Ну, что ж, столица Бруней. Столица Бруней. Дорогие друзья, мы пробуем выяснить этот вопрос, какая все-таки столица Брунея. Может быть, кто-то скажет, а приз есть? Да, есть. А? Приз есть. Есть. Нет, я не у тебя, Володя, спрашиваю, я у Агаты спрашиваю. А я же дала ему, он даст. Ага, есть, на второй линии. На второй линии Владимир. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, что скажете, какова столица Брунея? Сейчас. Значит, столица... Листает. Нет, ну, вы долго как-то не понял, есть столица Брунея или нет? Есть, тут написано, что есть столица. Одну минуту. Но сказать вы ее не можете. Нет, могу, могу. Не, ну, все, вы понимаете, ну что же вы, на раньше надо было готовиться, извините. Все, я повесил трубку по первой линии. Алло, добрый день. Алло, добрый вечер. Здравствуйте, как вас зовут? Света. Светочка, дяденька, вы знаете столицу Брунея? Знаю, знаю. Будьте любезны. Она называется Бандар, серебегован. Бандар, там буковка теряя стоит, да? Да, стоит. А потом сери и буковка теряя опять и бегован. Да, правильно, абсолютно, молодец. Вы читаете мои произведения? Нет. Как нет? Молодец, моя дорогая. Да. Молодец. Откуда же вы знаете тогда, что это было? Я радио слушаю в основном. Вот так, моя дорогая. Так что вы, извините, ничего не получить. Надо читать ее произведение. Да что же мне делать? Да ничего не делать. Честно и быть, как вы и есть, и не унижаться перед ней. А вы после этого будете читать? Конечно. Стижечку дадите, буду. А, правильно. Это вот так вот, да, заинтересуете, да? Стижечка дам, Стижечка дам. Да, дай ей что-нибудь, стресс-секретарь. Интересно что-нибудь. Ну, подешевле, она плохо знает. А почему она плохо знает? Потому что надо читать. Между прочим, вот в газетах писали, в желтых изданиях, что вы собираетесь раздавать людям, как бы, ипотечные кредиты на квартиры. Какие кредиты? Ипотечные. Ипотечные. Ну, это в том смысле, что... Библиотечные, да? Да, библиотечные, все ясно. Да, библиотечные деньги. Да, библиотечные деньги. Такие, они, наверное, нет у меня их. Как всего остального, да? Да. Хорошо, значит, мы принимаем ответ ее? Да, она будет читать меня. Ну, мы дадим ей тогда визитницу дадим. Визитницу дадим, да? Из дерева и металла. А можно с роспитью? Да. Чьей роспитью? С роспитью вспоминалась. Если только молотком выбить с помощью зубилы. Хорошо, значит, пожалуйста, есть телефон, да? Нет, пожалуйста, не вешайте трубочку, я вас поздравляю. Спасибо. Отныне ваша жизнь круто изменится, как только вы начнете читать. Вы начнете светлеть. Светлеть до седины. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Да, понятно. Ну, вот загадочка разгадана-то. Не сложные загадочки у вас-то. Мне нет сложных, потому что я их щадю. Кого? Людей. Людев? Раньше вы говорили. А, ну, хорошо. Ну, дальше мы можем читать, да? Да, обязательно. Ну, подождите, я музыку специальную дам для того. Так, ну, и что дальше? Волны режет носом пароход. Мы медически мчимся по ход. Нет красивее нас в мире пары. И от счастья глазья словно фары. К нам, да. Чьи глазья? А ваши, да? Да, мы же счастливые. А это вы вот с этим вот человеком, да? Да, с этим вот, который... А кто, собственно, этот человек? Ну, на потом. А, хорошо, да. Это даже интрига. Ну, ну, так. К нам каюту стучит командир, говорит, проэфирил эфир, что как раз в этих самых водах притаился заклятистый враг. Видите, мы... А, то есть опять у вас такой... Ну, да, мы же в медическом походе, а тут мне... Враги. Должность выполнять надо. Так. Притаился заклятистый враг. Я фотою прикрыла свой стан, чтобы остался живым капитан. Зашел, а мы там, я... Да? Да. А, то есть если увидеть, то сразу замертво падает. Нет, ну, он же говорил, ну, чтит, он же может разволноваться. От мощей? Он же на корабле, да, вот тоже же, там нет же... Нет же там, да, нет же. Да, да, я одна, как бы, и я закрыла стан. Так, стан. Оставила его... А это называется сейчас стан? Мощи, называется стан? Ну, это же тогда. Нет, что, а сколько это лет назад? Не, недавно, через воду... 400. Да. Ну, дальше. И остался живым капитан. Да. Прокомандила все, что смогла. И опять я стояла, легла. А что прокомандила? Он мне сказал, что враг. И я начинал... А вы сказали ему, что делать? Ну, я команды дам всякие, такие... Так, дальше. И опять я стояла, легла, положила с собой жениха, и мы с ним поползли на врага. Мы, как бы, я, да, уже... Уже... Начина. Уже с тени, мам. Да. Ой, мама рудная. Ну, хорошо, поползли на врага. На врага. День ползем, год ползем, два и пять. Что? Что это морды врага не видать. Смотрите, я не понял. А что, что это, вы пять лет ползете, чтобы морду врага увидеть? Ну, конечно, надо же убедиться. Это не просто так набросится на кого. Зачем писать? Понятно, что вы не ползли пять лет. Почему же? Ну, как? Ну, это же... Дальше же там все. А что дальше все? Ну, вранье, уже вранье. Нет, врага не видать. Да. Присмотрелась к своему жениху и заметила ревопуху. Понимаете? А, так он и враг есть. Это вы интригу послушали. Подождите, но буквально это вы смотрите на его рыло, да? Да, я не знаю, что на пухово рыло. Я дальше задаю себе вопрос. Слушайте, один раз в жизни. Вот, я тут как бы говорю. Как пробдить, я пробдила момент. Видите, как я у себя как бы... Да. Пробдить, я пробдила момент, когда вражеский нам алимент смог забраться ко мне под фату. Проклинаю минуту, я тут, понимаете? Я вот как бы... Ну, наконец-то, самокритично. Да, потому что патриантизм, он как бы превышен. Да. И проклинаю минуту, я тут смогу добраться ко мне. Он там, я грызмя свою совесть грызу, вспоминаю, как ела Азу, о которой писала когда-то. Призвала себя снова в солдаты. По шеренгам построилась в ряд, чтобы было побольше солдат. Я как бы вот имитирую эмитическое состояние армии, понимаете? То есть, сама? Да. Сама. Призываю, вот, вроде много. А про Азу я помню, это сильно. Это я как бы писала там, и я вспоминаю, вот как я это кушала, сидела, а тут мне, значит, надо выполнять. Так, ну и что? И вот вы представили из себя армию. Чтобы было побольше солдат. А кружить, чтоб врага уничтожить. Бог все видит, все знает, поможет. Применила, что знала, умела. Мест. Валерий, не могу пройти. Ну, 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 интересно. Мстю врагу. За поруганность тела. За плеванность чувств и мыслей. Враг кричит, ага, да, пожалуй, он понял, что я уже, как бы, уже... Да, уже, сейчас, минуточку, а как это вы ему мстите? Ну, за поруганность, ну, я же, как бы, под фату хотел. Нет, подождите. Он не хотел, он уже там. Нет, ну, не было. Было, было. Нет, рассказывать о том, нет. Было, было, было. Стоп, стоп, минуточку, так как, собственно, вы ему мстите? Ну, я же тут пишу, применила, что знала, умела. Это как бы, это же тайна, нельзя же... Нет, так вы его опять, что ли, в койку затянули, только теперь вы ему мстите? Да, я там, понимаете, я врагу мстю всяческими умениями, тем, что можно мстически заниматься, понимаете? Вот пусть враг знает. Открыть это я не могу, это же военная операция, она. Я не знал, что это теперь военная операция. Военная, да, у меня военная, а враг кричит, ага, да, пожалей. Но не дрогнет рука и нога, пока не уничтожу врага. Я одна в нашей жизни, берлогу, от врага защитить только могу. Понимаете, я как бы дома-то определяю, что вот такая... Ну да, образно. Да, образно, тёплая такая берлога. А скажите, Агатшина, как вы относитесь к избирательному объединению «Медведь»? Нет, где он живёт? Нет, это не живёт, это в Государственной Думе есть такое. Медведь в Думе? Да. Медведь в Думе? Да, живой и медведь в Думе. Ну, пока ещё живут. От вашей Думы только это можно ждать. Живые медведи по Думе. Нет, просто вот такие вот рекламы политических объединений, пусть даже замаскированные, они запрещаются на нашей радиостанции. А мне нет, я же тут как бы не о нём, я же о Доме. От врага защитить только могу. Я бы не написала, что берлога, если бы я от другое слово нашла, то я просто могу. Если б деньги не взяла от берлоги, то ну ладно, хорошо. Дальше я как бы символитически символитирую состояние относительности к тому моменту. Ой, давайте быстрее, потому что две минуты осталось. Я одна вся надежда страны, в меня люди земли влюблены. За фату воеваю, за честь. Одним пальцем меня можно счесть. Ну, я в смысле, я единственный. Единственный. Вот так вот, да? И это конец сегодняшнего дня. Ну, как бы счастье. Ну, давайте поаплодируем. Смертический бог. Как всегда, как талантливо, талантливо, да. И вот, значит, вы пребываете со своим врагом всё время в смертическом бою. Да, ну, и тут же важно, как бы во имя чего? За стерильность любви, молодой. Ну, стерильность, я думаю, что вы там обеспечили. Да. Вот, поэтому, хорошо, хорошо. Сегодня вы опять победили. Вернее, сегодня вы не победили врага, вы его продолжаете побеждать. Я думаю, всё недели. Бесконечно. Бесконечно, да. Да, жизнь. Жизнь, да. Ну что, как всегда, проявите вокальные способности. Это я с удовольствием, не днём и ночью. Я королева детектива, я англии и туманной дочка. Я гениальна, я красива, у ног моих весь мир и точка. Я королева детектива, путь моей жизни очень ярок. Я гениальна, я красива, я человеческий подарок. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Продолжение следует...